Добрый день! Сегодня наш гость расскажет, как он побывал в раю и в аду. Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Меня зовут Сид Рот. Друзья, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Сегодня у меня в гостях Донна Ридни. Донна является пророчицей, и она слышит небо. Она расскажет то, что она узнала от Бога. Я расскажу о вас зрителям. Вы выросли в католической семье. Донна, пожалуйста, расскажите о своем необычном знакомстве с одним удивительным человеком. Когда это произошло, мне было 7 лет. Я зашла в церковь. Я пришла на мессу вместе со своими родными и близкими. Дети в той церкви сидели на передних рядах, а родители сидели на задних. Я вышла вперед и села вместе с сестрой. Я вела себя очень хорошо. Монашки следили за поведением детей в церкви. Было очень серьезно. В определенный момент я преклонила колени. Мой маленький мессал лежал рядом со мной, и я читала его. Неожиданно Иисус Христос явился мне. Я никогда не испытывала ничего подобного. Я знала, что это Христос. Это было внутреннее знание. Он привел меня в духовный мир. Он привел меня на небо. Там я увидела прекрасные облака. Господь Иисус был таким любящим и нежным. Он рассказал мне обо всем, что интересовало меня. Он рассказал мне о моих отношениях с мамой, о ссорах с моими подружками. Иисус рассказал мне обо всем, что беспокоило меня. Я чувствовала, что Господь Иисус любит и понимает меня. «Вы знаете, я не хотела оставить его. Месса продолжалась. Настал момент, когда прихожанам следовало сесть. Что все и сделали. Я стояла на коленях, ведь я общалась с ним. Монахиня подошла ко мне и попросила сесть. Когда она тронула меня, я вернулась в наш мир. Иисус исчез. Я впала в отчаяние». Итак, Донна начала искать Господа Бога. Как вы уже знаете, Донна посещала католическую церковь. Прошло время, и она подумала, где же мне искать моего Господа Иисуса. Она пошла в монастырь, и что же было дальше? Вы стали монашкой. Да. Что дальше было? Я прожила там два года. Итак, наша сестра оставила монастырь и начала всем сердцем искать Господа Иисуса и стремиться к своему другу Христу. Однажды Донна купила книгу. Автор этой книги знал ее друга, Господа Иисуса. Донна испытала радость, когда читала книгу, написанную поэтом Буном. Она прочла его биографию. Потом вы произнесли молитву покаяния после чтения книги, и вы обрели спасение. Затем вы крестились Святым Духом. Так вы нашли своего друга? Да, я нашла его. Знаете, Господь Иисус начал приходить ко мне опять. Я не знала, как слышать голос Господа Бога в начале этого пути. Я ходила в молитвенное собрание к харизматам. Харизматы говорили, я услышал Божий голос. Бог не говорил со мной так, как с ними. Я упала духом. Я помолилась и сказала, я хочу слышать тебя так, как слышат они. Вы молились много, вы молились долго, вы стремились к Господу. Я молилась каждый день. Вы нашли своего друга наконец-то, скажите. Я хотела пережить то, что я пережила, когда мне было 7 лет. Господь Бог использовал ту ситуацию с одной целью. Он хотел научить меня общаться с Ним. Также я поняла одну вещь. Я поняла, чем больше мы жаждем Господа, тем больше жажда Господь дает нам. Бог кормит голодных. Если ты голоден чуть-чуть, то Господь Иисус даст тебе немного еды. Но если ты голоден по Богу очень сильно, то Господь и зальет на тебя. Произошло нечто удивительное. Когда Донна молилась Богу и приближалась к Нему, Господь сошел на нее своей весомой и ощутимой силой. Сила Господа окутала нашу гостью. Со временем я научилась различать голос Бога. Я научилась слышать Его. Я ждала, когда драгоценный Бог начнет разговаривать со мной. Я вспомнила один стих из Священного Писания по такому случаю, «После того, как Иисус Христос воскрес из мертвых, Он направлялся по дороге в Маус». Ученики шли с Господом. Они пригласили Его на ужин. Когда они преломили хлеб, они узнали Его. После того, как Иисус исчез, ученики сказали, «Разве не горело наше сердце, когда Он говорил с нами по дороге?» Святой Дух открыл мне секрет. Он сказал, «Ты узнаешь мой голос, когда твое сердце начнет гореть. Ты начнешь чувствовать мою любовь». Я начала замечать одну вещь. Когда я читала Писание, то мне открывались целые предложения. Это Иисус обращался ко мне через Свое Слово. Бог касался меня во время воскресной проповеди. Это Господь Иисус обращался ко мне. Я желала получить личное Слово от Господа, чтобы утолять свой духовный голод каждый день. Я молилась. Я общалась с Богом три часа и получала откровения. Итак, вы искали Господа Иисуса Христа всё больше и больше. Благодаря тому, что вы искали Его так ревностным, Он показал вам преисподнюю небо. Однажды мы говорили с вами о преисподней. Вы привели пример Ада. Вы сообщили мне, что это страшное место преисподней называется камерой отчаяния. Да. Опишите его. В этом страшном и ужасном месте отчаяния есть демоны и нечистые духи, которых посылают мучить бедных людей. Важно отметить то, что эти демоны и нечистые духи мучили тех людей ещё на земле. Некоторые из этих людей покончили жизнь самоубийством. Они не попросили Бога о помощи. Они отвергли Иисуса. Поэтому сатана привёл их в ад. Знаете, эти демоны и нечистые духи мучают людей каждый день. Когда Господь Иисус Христос вёл меня по этому туннелю, я услышала громкий шум. Я слышала громкий лязг. Я слышала громкий шум. Этот шум напоминал шум кувалды. Он напомнил шум молота. Это постоянное лязганье напомнило звук молота, бьющего по цепям. Этот шум никогда не утихал. Я спросила Иисуса, откуда это? Мы добрались до камеры отчаяния. Я увидела большие часы, стоящие над входом. Эти часы были символом того, что узники камеры останутся в ней навсегда. Когда они пробивали очередной час, нечистые духи пели ужасную песню. Они пели «Ты будешь здесь навсегда! Никто не будет любить тебя! Никто и никогда не будет любить тебя! Ты никогда не почувствуешь любви! Мы никогда не выпустим тебя отсюда! Мы не выпустим тебя!» Это продолжалось снова и снова и снова. Когда один демон уставал петь, другой демон подхватывал эту песню. Этих людей мучили и пытали бесконечно. Я стояла и наблюдала. Иисус объяснял мне то, что происходило там. Затем Господь начал уходить из камеры. А когда Он уходил, тогда те, кто мучились в камере, узнали Иисуса. Они узнали Его, потому что в аду есть лишь тьма. Иисус Христос излучал свет. Узники увидели сияние. Когда они заметили Его свет вдалеке, они начали кричать Ему. Несчастные просили Господа Иисуса о помощи. Те страдальцы кричали «Помоги!» Его душа разрывалась от горя. В Его сердце было столько боли, что Он сказал мне, «Дочь, мое сердце так страдает за тех, кто мучается здесь!» Эти люди могли избежать этих страданий, если бы они отвернулись от греха и обратились ко Мне. Я умер для того, чтобы они жили. Любовь удивительна, те люди отвергли Иисуса Христа, эти люди мучаются в аду, и они не выйдут оттуда. Господь Иисус Христос любит их всем сердцем, но Он не может освободить их оттуда. Мы умрем и придем на суд Бога. Да. Господь Бог открыл вам много тайн, когда Он приводил вас в небеса и в ад. Пожалуйста, раскройте секрет победы. Раскройте секрет победы над силами зла. Хорошо. Иисус вел меня до преисподней. Вы знаете, существует много разных мест в преисподней. Преисподня – это не только огромная яма с пламенем. В преисподней есть много участков и городов. В аду есть много разных участков. Когда мы переходили от одного места к другому, Бог говорил со мной. Он предупреждал меня, «Донна, когда ты увидишь зло, то вспомни обо мне. Не смотри на зло без молитвы. Если ты посмотришь на зло без молитвы, то у тебя начнется депрессия. Когда ты увидишь зло, то вспомни обо мне. Я смотрела на Иисуса Христа, поэтому я смогла смотреть на то, что было в аду. Иисус учил меня – смотри на меня постоянно. Смотри на меня постоянно. Когда зло попытается напасть на тебя, тогда я защищу тебя. Я предупрежу и сохраню тебя от зла. Смотри на меня всегда. В 26 главе книги Исаии написано истинно. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Послушайте меня. Донна получила откровение о том, что она увидела в преисподней и у Господа Бога на небесах. Это откровение поможет вам уяснить то, как боль и как болезнь и немощь становятся неотъемлемой частью жизни людей. Мы скоро вернемся. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа – Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. У нас в гостях Донна. Донна Ригни видела Небесное Царство Господа и Преисподнюю много раз. Расскажите о комнате в аду. Пожалуйста, расскажите о комнате, где есть орудия пыток, которыми мучают несчастных заключенных. Это было жуткое зрелище, от которого я содрогнулась. Каждый раз, когда Господь Иисус приводил меня в ад, я видела страшные вещи. Бог сказал, я знаю, что ты не хочешь приходить сюда, но ты должна увидеть это, потому что я хочу, чтобы мой народ узнал, что ад существует, ад реален. Я хочу, чтобы ты узнала, какие нападки сатаны приносят урон моему народу. Ты расскажешь об этом моим детям, чтобы предупредить их. Однажды Он привел меня в это место. Господь Иисус привел меня в комнату, где были всевозможные орудия пыток. Это были скобы, которыми обхватывали голову, чтобы потом стягивать их и причинять боль. Там были щипы, которыми протыкали спину. Там были различные пилы, кирки и другие всевозможные виды орудий пыток. Они все лежали в комнате. Я увидела, как нечистые духи вошли в комнату. Бесы вошли в комнату, схватили орудие, и потом они убежали оттуда. Все, что было дальше. Я перенеслась из ада на одну из улиц. Я перенеслась из преисподней на одну из улиц города в Соединенных Штатах Америки. Это произошло мгновенно. Я видела, как бесы ехали на людях. Они протыкали их спины стальными прутьями. Людям было больно. Люди пили таблетки, но они не помогали от духовной боли. Да. Таблетки не избавляли их от бесов. Нет, нет. Господь сказал мне, ты видишь это духовными глазами, но ты не видишь это физическими. Я открыл тебе духовные глаза на истину. Затем наш Господь показал мне скобы на головах людей. Демоны закручивали болты на скобах. Люди испытывали огромную боль. Эта боль была просто ужасна. Чем больнее было человеку, тем громче хохотали те жестокие и нечистые бесы и духи. Затем я увидела цепи на телах людей. Шары были прикреплены к цепям. Люди тянули эти шары на цепях за собой. Затем я увидела детей. Эти дети шли рядом со своими родителями. У большинства из детей не было цепей. Я увидела, как некоторые родители были связаны с детьми одними цепями. У двоих из детей были маленькие цепи и шары. Они шли отдельно. Господь открыл мне важную вещь. Он сказал, те родители проклинали своих детей. Вот что родители говорили своим детям. Все члены нашей семьи болели раком. Ты заболеешь тоже. Ты непослушный. Ты плохо ведешь себя. У тебя нет никакого будущего. Родители говорили все это. После этого цепи появлялись на их детях. Господь сказал мне, почему мои дети попадают в рабство. Они грешат и говорят дурное. Грех привлекает сатану. Плохие слова открывают дверь врагу в жизни. Какой будет жизнь христиан-родителей, если они перестанут проклинать своих детей? Какой будет их жизнь, если они поймут, что их слова обладают сверхъестественной силой и начнут благословлять детей? Дети станут свободными. Они будут благословенными. Дети получат благословение, которое Бог приготовил для них на небесах. Он хочет благословить. Мы можем научиться многому из этого откровения о преисподней. Мы можем научиться еще большему откровению о небесном царстве. Вы знаете, зал чудес на небесах – это одно из моих самых любимых мест райского мира. «Небесный зал чудес и знамений». Пожалуйста, расскажите нам о частях тела для исцелившихся людей. Хорошо. На небесах существует зал чудес. Это мое любимое место на небесах. Я люблю этот зал тоже. Это огромный зал. Длина зала составляет километры. Полы зала сделаны из золота. Потолки блестят, потому что все они усеяны бриллиантами. Вы знаете, есть несколько входов в зал чудес и знамений. Бог вел меня туда. Я попросила Его разрешить мне войти туда. Я пошла через первую дверь. В одной из комнат зала чудес и знамений лежали части тел. Представьте себе, там были ноги, руки, глаза и уши. Там было все, в чем нуждаются дети Господа Бога на земле. Части тела предназначены для тех, кому нужно исцеление. Бог опустошит эту комнату, когда начнется пробуждение. Я верю в это. Я верю в это. Бог показал мне то, что мы не должны ждать пробуждения. Нам нужно молиться. Нам нужно жить строя близкие отношения с Ним. Нам надо отвернуться от наших злых дел. Прекратите грешить и живите святой жизнью. И тогда мы можем просить Его об этом. Мы можем просить Его исцелить других людей. Бог сказал, если вы сделаете так, что у моих ангелов всегда будет работа днем и ночью, они будут отправлять на землю части тела для больных. Вам довелось увидеть очень много мест в духовном мире. Я хочу поговорить о вашем доме, но у нас нет времени для этого. К сожалению, эфир подходит к концу. Расскажите нам о комнате с золотыми сетями. Расскажите нам о золотых сетях. Это было в следующей комнате. Бог привел меня в эту комнату. Я увидела красивые золотые сети для ловли. Бог сказал, я готовлю эти сети для того, чтобы закинуть их на землю. И я дам их тем, кто сохранит верность Мне. Он испытывает Своих детей. Господь ищет тех, кто верен Ему. Он ищет усердных и ответственных людей. Он ищет тех, кто будет служить там, где никто не заметит их. Бог ищет их. Аминь. Он ищет тех, кто верен в малом. Он отдаст им те сети. Верные люди соберут последний урожай. Бог сказал, эти сети нужны не для того, чтобы собирать блага для себя. Они нужны для спасения людей. Расскажите нам о комнате, наполненной ветром Святого Духа Господа. Я вошла в ту комнату, которую Святой Дух наполнил силой и славой. Там дул его ветер. Теплый ветер Божьей любви дул в той комнате. Он дул сильно в той комнате. Сильный ветер, Господь Бог сказал. Я готовлюсь выпустить этот ветер на землю. Этот ветер дул в Пятидесятницу. Он возвращается. Итак, теперь расскажите вкратце, что нам нужно делать. Что верующие должны делать сейчас в первую очередь? Сейчас в первую очередь верующие должны проводить время с Богом. Стройте близкие отношения с Ним. Это самое важное. Бог хочет этого. Он сказал мне, что во время пробуждения последнего времени Он будет действовать только через тех, кто общается с Ним. Он с теми, кто знает Его. Он будет действовать только через тех, кто общается с Ним. Он с теми, кто исполняет Его волю. Слушайте Бога и исполняйте Его волю. Так вы принесете плод. Слушайте Бога и исполняйте Его волю. Живите свято. Отделите себя для Него. Стройте отношения с Богом. А теперь, пожалуйста, помолитесь. Помолитесь Всевышнему за телезрителей и за аудиторию нашей студии. Господь Иисус, я прошу Тебя, помоги каждому из нас отказаться от идолов. Иисус, помоги нам отречься от идолов. Иисус, помоги нам отречься от кумиров. Помоги нам возлюбить Тебя всем своим сердцем, всем своим разумом и всей силой. Господи Боже, пусть никто и ничто в этой жизни не отделит нас от Тебя. Помоги нам жить так, чтобы наша жизнь и наши дела радовали Тебя постоянно. Господи, помоги нам жить так, чтобы мы, Твои дети, любили Тебя. И тогда Ты ответишь на любую из просьб своих детей. Ты ответишь своим детям. Иисус, дай нам благодать познать Тебя. Господь, дай нам благодать следовать за Тобой и жить для Тебя. Господи, помоги нам влюбляться в Тебя и приближаться к Тебе. Аминь. Позвольте мне запечатать эту молитву свидетельством Донны. Запомните свидетельство нашей сегодняшней гости. Вы можете получить все от Бога по вере, если вы обратитесь к Слову нашего Господа. Верьте Святой Библии. Провозгласите, обещание принадлежит мне. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Когда я смотрела вашу программу, я исцелилась от подергивания века глаза, которое продолжалось шесть месяцев и очень мешало мне читать. Слава Иисусу, что я исцелилась. Напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джон Уилл. Смотрите передачу Сидорота «Это сверхъестественно». Я расскажу вам о том, как победить духовных врагов, которые выступают против вас и против вашей семьи. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. «Обожьего сверхъестественного» нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам! ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.